Издание «Деловые ведомости» утверждает, что все больше жителей Эстонии выбирают Испанию как место покупки дома или квартиры. Если судить по прочим материалам СМИ, то тема покупки недвижимости за рубежом сейчас представляет особый интерес. Разобраться нам поможет маклер Роман Собченко, который работает на рынках Дубая, Бали, Кипра, Испании. Доброе утро. Доброе утро. Действительно в последнее время наблюдается некий повышенный спрос к недвижимости за рубежом? Да, да, это действительно так. Ну, насколько, скажем, скачкообразно это происходит? Ну, на самом деле, поскольку у нас, можно сказать, такой, своего рода, застой на местном рынке, то люди ищут какие-то варианты за рубежом. И мне кажется, что жители Эстонии, они становятся более открытыми для... кто-то для переезда, кто-то просто для инвестиций за границу. Почему именно Испания в этом контексте выделяется особенно? Я думаю, Испания это достаточно популярное направление на протяжении многих лет. И достаточно удобно авиаперелеты. Это европейская зона, в том числе гражданам Миросоюза. У них есть все шансы получить там ипотеку в банке, то, что облегчает иногда покупку в том числе. Поэтому, я думаю, это остается таким удобным местом для переезда. Ну, испанцы очень сильно отличаются от нас по менталитету, от нас, северных жителей. Это вот эта южная неторопливость, это вот маньяна, да, постоянно все откладывать на завтра. Это не останавливает потенциальных покупателей. Правда, но скажу так, что на самом деле в большинстве случаев те, с кем я работаю, те, кто помогают непосредственно локальные компании для приобретения недвижимости, они зачастую там не испанцы сами по себе. То есть это люди, которые уже давно там живут, но они привыкли работать чуть-чуть больше, как это делаем мы, потому что с испанцами может затянуться. Ну, а когда вот с местной бюрократией сталкиваешься, все вот эти вот национальные особенности, черты, присущие тамошнему менталитету, они как-то усложняют процессы совершения сделок? В Испании, если мы говорим про Испанию, если мы говорим про старый фонд, так сказать, то там иногда бывает проблема в том, что очень много владельцев. То есть это у них частая история, что надо найти 10 владельцев одного объекта дома и для того, чтобы совершить сделку. То есть это может усложнять. Но в целом процесс покупки, он не такой тяжелый. И опять-таки в каждой из направлений, которые вы перечислили и более, там находятся люди, которые помимо того, что они знают, что происходит на рынке и помогают подобрать все, что максимально подходило бы клиенту, то они точно так же сопровождают по всем юридическим вопросам. То есть, грубо говоря, если вы ничего не знаете для того, что вам надо там приобрести, для приобретения, то у вас есть человек, который возьмет вас, так сказать, за руку и проведет по всем моментам. В упомянутом материале издания «Деловые ведомости» говорилось, что в Испании за 100 тысяч евро можно купить квартиру, аналогичную той, что в Эстонии стоило бы 200 тысяч. Ну, может быть, такой очень частный пример или это соответствует общей тенденции рынка? Такая разница в цифрах, скорее, она больше подходит при сравнении с Северным Кипром и с тем же Бали, например. Конечно, в Испании мы можем найти такие объекты, если хорошо поискать, но и опять же зависит от региона. Но если мы берем там новостройку в Эстонии и новостройку в Испании, то опять же зависит от региона, но плюс-минус цены могут быть достаточно похожи. В Испании есть другая ниша, которая интересна, это может быть действительно так называемый старый фонд, который, поскольку там хорошие, красивые места, у моря, то там можно найти что-то, что в так себе состоянии, и переделать это, и на это будет очень большой спрос. Тогда вот эта разница может действительно очень большой стать. А для чего вот покупают, например, недвижимость в Испании? Чтобы самому приехать на месяц-другой в году, остальное время сдавать? Это как инвестиция рассматривается больше? Если мы говорим непосредственно про инвестиции, то не могу сказать, что Испания в плане цифр самое лучшее направление для инвестиций. Но многих просто, с чем я столкнулся тоже, что не все ищут именно локации для инвестиций, а кому-то просто больше там душа лежит, сердце к тому, что вот хочется в Испании. И если мы говорим про Испанию, то там, особенно в курортных городах, очень большая разница в арендной стоимости в зависимости от времени года. То есть в целом у нас в Эстонии лето достаточно тоже неплохое. Если мы имеем здесь жилье и в Испании, там вторая квартира, например, то вполне можно на летние месяцы ее сдать. Опять же, те же самые люди, кто помогают это приобрести, они же занимаются обслуживанием. То есть все проблемы из-за тебя решают. И там достаточно хорошо это сдавать летом. Зимой, чтобы не мерзнуть здесь, то можно, в принципе, туда и переехать, как я в целом тоже иногда делаю. Но это можно рассматривать таким нормальным вариантом инвестиций? Да, вполне, вполне. Но если вопрос стоит так, что какое место я бы советовал в плане инвестиций сейчас, то вот как раз-таки те места, которые вы перечислили, они по цифрам более интересные. Ну, я называл там и Бали, и Кипр. Ну, вот в частности, Дубай, например, особым спросом среди туристов пользуется в последнее время. Да, да. Они делают... Там только 11% местного населения, и местные власти это очень хорошо понимают, и они делают все для того, чтобы способствовать росту рынка, чтобы зарубежные фирмы приезжали туда, они делают достаточно удобные проценты, налогообложения и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, даже немножко Евросоюз так поднажал, и с нового года они поменяли процентную ставку. До этого у них была на ноль, сейчас, если я не ошибаюсь, девять. Но это все равно меньше, чем у нас. Я вот как раз хотел спросить, как такие сделки за рубежом оформляются? Насколько тяжело получить кредит? Или все-таки речь идет о том, что должна быть конкретная сумма уже готовая, чтобы выложить все сразу? Ну, первый взнос, он везде есть. Если мы говорим про Испанию, то, как я и упомянул, для гражданина Евросоюза можно взять, показав доходность здесь, можно взять там ипотеку. Если мы говорим про Дубай, то иностранцу банк финансирует 50%. То есть 50% должно быть на руках, которые вы вносите. Но точно так же там есть и payment plan, так называемый. То есть пока объект строится, и зачастую бывает, что даже после того, как он построился, у вас есть просто определенный график выплат. Если мы говорим про Северный Кипр, то там, поскольку вам нужен местный человек, кто будет, так сказать, гарантом, поручителем в банке, то там это понимают местные компании-застройщики, и они предлагают рассрочки у себя, причем беспроцентные, как правило. Если мы говорим про Бали, то там банка, можно сказать, не существует ни как для местных, ни как для приезжих. То есть там действительно нужно уже иметь свои деньги. Там застройщикам не так выгодно предлагать вам рассрочки, потому что им на эту же сумму выгоднее начать строить новую. Маклер Роман Собченко был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.